Смотри, аспекты у нас сегодня такие. 15 октября была выставка в Риме, называется «Инферно», переводится «Ад». Главный экспонат на этой выставке были «Врата Ада». Это работа Огюста Родена. Он их 37 лет вытесывал, можно сказать. Заказало ему эти ворота правительство. То есть вполне официально, да? Потом смотри, в этом же месяце, 30-31 октября в Риме, проходил саммит G20, это лидеры 20-ки, большой 20-ки, лидеры стран. Встречались, опять же, совпадение через 2 недельки, да? И 31 октября – Хэллоуин. Вот, как бы тоже совпадение. Прямо на Хэллоуин? Прямо на Хэллоуин, да. Собрались 20-ка. Но не было Путина и Си Цзиньпиня. То есть Россия и Китай. Так что 18 их было. Да. Цель такая – посмотреть, что за ворота «Врата Ада». Какая магия на них. А какая магия? Демоническая. Ну вот, какое влияние, и убрать это все влияние, всю магию. Зачем она на Земле? Здесь, а? Да. Ну не совсем здесь, а скорее всего там, а. Если по отношению к тебе. Да. А я здесь, а. Прикольно. Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Тогда сейчас, на счет 3, найди в эфирном пространстве эти «Врата Ада» Огюста Родена в эфирном пространстве. 1, 2, 3. Вижу такая черная пирамида. Такая высокая, высокая пирамида. Да. Со стороны интерферентов как будто бы скульптор стоит с таким зубилом. А на вершине этой пирамиды, вот я поднимаюсь, так рассматриваю. То есть пирамида такая огромная, что она с собой, вот так, как конус, накрыла всю планету. И конус уходит высоко в небо. Потом он вот так разворачивается. И такая подключка, такой как трубопровод, пошел вниз. А на вершине этой пирамиды, она усеченная, эта пирамида. Вот такой этот, как срез. Считывается как тарелка, вот эти как тарелочки, что вызывает ухов. Там внутри такой, какой-то как сверло, и оно вот так, какой-то шум, стук. Оно вот так крутится. И на этом всем крутится еще одна такая. Там вот это, короче, когда срезана вот эта часть, вот такое, как белая тарелка. Пусть которую такой-то портал, на нем такая черная тарелка. На этой тарелке очень быстро крутятся эти ворота. Они вот так выглядят, как буква П. Какие-то корявые, как будто там какие-то фигуры или что-то такое. Да. Сейчас, Вика, считай информацию, что это за пирамида. Давай с этого начнем. Что это такое? Считывается дьявольский уклон. Пирамида власти. Какой-то уклон. Имеется в виду вот эта пирамида, она как будто таким покрывалом накрыла всю планету. Но планета, вот так как она развернута... Ой, кто-то звонит. У нас лечит... Совпаление, да? Не думаю. Короче, обычно, когда смотрю на планету, то я ее вижу как северным полюсом. Ну, как обычно, как карту. А вот эта пирамида, она вот так стоит, как по экватору. И вот так вытягивает экватор вверх. Вот как-то так. А там по экватору идет, как будто бы экватор такой, как разрезан. Как будто стена такая идет, прям по экватору. Энергетическая стена, она вверх вот так. И именно вот по этой стене, как бы она считывается междумирье. Вот эта стена. Но она не ровно идет по экватору. Она как будто бы зашла на северную часть и такими вот изгибами идет. Да. И вот эта стена, но когда я присматриваюсь, я вижу вот эти черные изгибы. Она такая черная. А когда с высоты вот так, то вижу просто как лезвие. Прямо такая вот идет стена, как лезвие. И считывается это лезвие как междумирье, как между двумя мирами. И именно на этом междумирье стоит эта пирамида. А на вершине стоит эти врата, так называемые ада. И там этот Руден, он называет себя художником. И он такой серый, как будто бы каменный. И находится он по ментальной карте, по центру, где духи. И вот я вижу, он имеет отношение к решению. Вот это как ментальная карта, планета. Считывается почему-то это все угрюмый демон. А, вижу эту, как будто статуя мыслитель. Имеет отношение к чьей, к какому-то решению. Считай информацию, к какому именно решению имеет отношение этот Руден. Считывается, слышу, покончить миром. Но мир имеется в виду вот это, как бы, северная часть. Миром живых. Так, а считай информацию, чье это решение. Кто принял такое решение, покончить с миром живых? Я вижу какой-то человек, который в такой, почему-то называется это Сутана, как мертвый. Ну, он как царь какой-то и священник. У него в руке такая паука длинная. И он так стукнул. Я хочу сказать, что это как, ну, кроме Сутана ничего не идет. Считай информацию, что это за царь-священник. Снимай сейчас все запреты на считывание информации, на снятие магии колдовства. Считай информацию, кто это царь или священник? Он считывается царь-царь мертвых. Кто царь мертвых духов? Как его зовут, считай информацию? На физическом плане. Ну, это он не на физическом плане. На физическом плане это как будто это одежда, а там взлетает такой, как демон с крыльями. Как будто бы из этой картины. Это не картина, а это как статуя каменная. Как будто каменный такой. И он так направляется в нижний портал. И я считываю, кто это. И я вижу, что вот он как бы долетел. И там такая внизу пирамида с таким козлом сверху. И у этого козла он как сидит с такой подключкой к пиндеру. И тянется сквозь эту пирамиду. Вот так снова такая пирамида, там козел. И там дальше вниз. И там считывается как ворота ада. Под этой пирамидой. Вход в преисподнюю. Это такой, как черный плотный шар. И от этого шара идет несколько таких лучей. Один луч идет к первоисточнику, как черная спица. А второй луч идет, он сначала вот такой, как ледяной. И он вот тянется вот к той конструкции, которая как над нашей планетой. К этим вратам ада, которые установлены в Риме. Они в Риме установлены? Да. Ну потому что я как-то вот говорю, хочу что-то сказать другое. Ну так мне там это говорится. Да, все правильно. Так, сейчас считай века информацию, как вся эта пирамида с этими вратами ада влияет на нашу планету и на живущих на ней людей. Я вижу, что считывается это как зеркальное отражение. Зеркальное отражение, и как будто бы вся вот так планета переворачивается, и этот конус вниз. И считывается уклон. Вот уклон к этим вратам ада, которые находятся в эфирном пространстве или в физическом пространстве. И они там соприкасаются, эта пирамида, прямо в тот, где вход в антимир, в тот шар. А тот шар, он с одной стороны, он считывается очень плотный, и с одной стороны очень черный. А с другой стороны, он такой, как светящийся немножко, не светящийся, он не светится, он поблескивает. И со стороны похож на этот символ ань и янь. Как этот уклон этой пирамиды влияет на землю и на людей? Считай информацию. Что это значит? Какой-то вопрос, не могу никак его перефрансировать. Ну смотри, пирамида наклонена, правильно? Вся планета перевернута вверх дном. Да. Что это значит для планеты и для живущих на ней людей? Как это на них отражается? Я слышу власть черным. Так. На физическом плане это как бы этим чернокожим, а в эфирном плане черные это демона. Демоническая власть считывается как отторжение цивилизации от естественного пути развития, удержания, буквально как будто какой-то демон вот так держит сумасшедшую лошадь черную. У нее такие ноздри раздуваются. И он как будто бы эту лошадь вот так на колеснице стоит и пытается удержать. Считывается как удержание власти демона. А эта лошадь черная, она вот так на дыбе и буквально в задней части не видно, а только передняя, она вот так с этого шара выскакивает в направлении первотворца. Что эта лошадь символизирует? Также слышу революция. Что за революция? Что за революция, Викас, читай. Переход в новую эру сознания, сознание подчинения. Это их цель. Создание единого кода мышления. Управление сознанием. К упрощенной форме управления сознанием. Ну, для них упрощенное. Подогнать вообще весь мир под единую... Рамку считывается как-то. Понятно. Так, вот этой ситуацией отсоединись. Теперь смотри. Царь мертвых духов, вот этот демон, да, он принял решение покончить с миром живых. Да. Как это решение, считай информацию, воплотилось на физическом плане и через кого? Вижу, что берут какого-то ребенка. Маленький ребенок. В эфирном плане они этим ребенком, его накалывают на эту пирамиду. В секторе магии, я вижу, происходит ритуал жертвоприношения. Они там делают... Их там много. Они делают жуткие вещи. Они там веснуются. Они этого ребенка сначала изнасиловали, убили, кровь выпили. И они молятся, как будто бы руки простирают вот вверх. У них такие черные руки, как будто от локтей подели такие перчатки длинные. И от этих перчаток такие подключки черные в сектор интерферентов. И они как спицы, как палочки, которые управляют этими руками. И эти люди держат вверху этого принесенного в жертву ребенка. А символизирует этот ребенок как барашек такой маленький. Как будто бы этот барашек вот так за ножки связан, ручки... Ну, у него четыре ножки. И вот он связан, поднимается вот так вверх. А голова вот так как бы наклонилась. я вижу, что голова считывается разум, уходит вниз в распоряжении антимира, считывается поглощение сознания, какой-то собор. что за собор? Считай информацию. Собор в смысле здания или собор людей? Людей. Так. Там вот этот человек, который царь, священник, он также полководец. Но имя вообще ничего не звучит. Я хочу посмотреть, а оно вот так все зацарапано. Там есть такая табличка, как медная. Она вся зацарапана. Вот так. Сейчас снимай, Вика, все запреты на считывание информации, на снятие магии колдовства и прочитай, что на этой табличке написано. Имя. Нет? Нет. Появляются такие, как вот так вот, как будто бы такой квадрат или коробка. И оно так нарастает. Раз, два, три. Вот. И мне не хочется туда заходить. Хорошо, не надо. Не надо туда заходить. Он просто считывается царь мой мертвых. Подключен к программам демон власти. Вот это вся демоническая пирамида власти. Это человек папаринский. он совмещает политическую, потом считывается какая-то почему-то физиологическая власть и власть духовная. Он высший духовник. Вот так считывается. отец. Отец духов. Это из интимира, да? Да. Ну вот они так и называют себя папами. Да. Ничего себе папочка. папа он считывает ну вот как отец. Я не слышу папа, я слышу отец. Понятно. Так. Теперь, Вика, давай посмотрим, кто этот ребенок, которого принесли в жертву. Считай информацию. Что это за ребенок? рассчитывается, что это совокупность всех принесенных в жертву душ. Физиологически, то есть всех, которые были буквально слышу съедены, принесены, изнасилованы, убиты, съедены. также ритуальные жертвоприношения. Я вижу причастие. Вот эти дают кушать кровь и тело. Это считываются вот эти люди как соучастники. Оно так и называется. Причастие это как причастие каннибализм и убийство своих же и таким образом идет разброс, буквально разброс кармы и антимер имеет возможность дальше жить, потому что человеки они как бы берут на себя львиную долю ответственности, за эти все злодеяния. И он также считывается как король всея земли. Этот ребенок? Нет. Этот демон, вот этот папа, этот я вижу, что ему на самом деле все подчиняются, все религии ему подчиняются. До сих пор? Да. я вижу, что все остальные вассалы для него, а он король и он главный духовник и также представляет власти демонов в физическом воплощении и это как образ, поэтому я вижу как одежда, как матрешка и просто подставляются в эту под эту роль папы какие-то люди, которые выбирают там быть, но это такая как структура власти в антимере считывается как дубликат всего того, что происходит в антимере, то есть это как точная копия, точное изображение на физическом плане всего того устройства антимера. вот этот весь ад почему-то оно читается как да, наоборот, если прочитать, ад это как да, согласие, как согласие быть соучастником в аду и я вижу, что люди буквально как будто бы на коленях ползут и разные разные религии они считываются как бассалы и как соучастники Ладно, вот этой ситуации отсоединись так, то есть вот этот ребенок, которого принесли в жертву, это символ получается да, там оно вот так знаешь как ниша точно так же как вот этот папа римский вот это как одежда такая и туда только подставляются другие ну как есть вакантное место вот и это вакантное место то есть там уже как бы все определено кто это какие обязанности все все вот то есть человек там ничего не решает потому что так система уже вся выстроена точно так же это вся система жертвоприношения управления она просто меняет меняются лица а действующие лица а вся система остается и это касается этих есть вся система этих идолопоклонников которые там ползают на коленях и руки вот так вот как бы молятся этому демону дьяволу и место для жертвы и место распределения кармы все это уже как такая конструкция только человек по своему решению он говорит да этому всему и становится участником соучастником этой пирамиды власти и он несет ответственность тогда за все что там происходит и он кармически зависим и он когда будет эта вся система демонической власти уничтожаться будут уничтожаться все соучастники потому что они сознательно выбрали там быть будет идет суд не на человеком отдельным идет суд над системой управления человеком и эта система она это можно объяснить вот как соты куда пчелки мед приносят то это вот эта вся конструкция как это как соты вместе с этим медом который пчелки принесли то есть вот эти люди которые встроены в эту систему и служат ей они и являются этим общим считывается пирамидальным строением власти над человеческой душой да тогда сейчас века нужно эту конструкцию все поломать и этот символ ребенка освободить как это лучше сделать лучшим образом сейчас я посмотрю я вижу что вот эти все детки они там такой эгрегор если можно сказать тогда в эфирном пространстве такая область сознания и она вот так выглядит как такой фрактал вот от этого символа общего идут такие лучики оно такое как спираль и такие ниши и в этих нишах лежат как такие как зародыши такие маленькие эмбриончики с такими хвостиками рассчитывается как изначальная программа это убийство она уже заложена в самом сознании рождения воплощения я вижу что при рождении получается вот это что в церквях учат первородный грех так вот этот первородная грех это означает ошибка искажения так вот эта ошибка искажения это вот этот нарост как опухоль это генетическая генетическое совокупление энергии божественного мира энергиями и программами демонического мира я вижу я вижу что этот эмбриончик он внутри светится и у него маленькие ножки ручки а хвостика нет а там вот этот хвостик и он серого черно-серого цвета и от каждого хвостика от головы вот так как будто бы в таких ячейках детки лежат от хвостика и от головы такие подключки и они вот так эти все ячейки уложены таким по спираль и уходит уходит ниже ниже в этот портал и там такие энергии это все они питаются этим весь наш цикл от рождения и до смерти приносит им доход в виде энергии кроме этого они еще многих тех и души которые по их мнению оно считывается как поспевают то есть которые так загноблены что они подплывают вверх и они вот так все закручены как в кокон и тогда вот этих деток которые уже пошли на воплощение много раз и потеряли свою идентичность их тогда приносят в жертву самых слабых самых потерянных они в эфирном плане беззащитные абсолютно и у них искаженное мышление они больные они потеряли свою волю и свою идентификацию у них практически своего личного божественного почти не осталось они считаются как погребены заживо и вот этот антимер весь это политическая власть они буквально собирают эти сливки для них это сливки по божественным конам это души которые как бы требуют больше всего внимания защиты и справедливости а по их законам это как самые угнетенные значит самые легко доступные и они их приносят в жертву и это считывается что это основа для их власти угнетения беззащитных понятно так тогда нужно сейчас этот эгрегор уничтожить эту конструкцию все уничтожить передать информацию вот всеми этим душам ну а как это сделать сейчас я посмотрю нужно передать я вижу что вот я как бы этот эгрегор он концом вот так выходит как первоисточнику и оно считывается что это утроба этой матери злой матери я стою с этой стороны а ты вот с той стороны стоишь и мы вот это как мешок это держим а света первоисточника туда льется я вижу как руки как много рук которые достают оттуда эти души а вот это зверюга а мы вот этот мешок держим а этот эгрегор он считывается как матка этот эгрегор он извивается и хочет как бы вкусить но мы не обращаем на него никакого внимания и вот мы постояли подержали и оно превратилось вот опустошился я вижу как светлые вот эти божественные руки все души как забрали а мы с тобой вот держим и оно образовалось как такая как батут такая мембрана я вижу как такая пошла энергия которая начала тянуть эту мембрану вниз и светлый такой как облачко отделилась и пошло к первоисточнику а все это черное ушло вниз и я вижу как вот еще важно перед этим еще я слышала что вот это эти жертвоприношения этих беззащитных это для антимира как приговор это то что их не погубит вот это угнетение не только то что они делают физически с детьми а вообще все угнетение вот это их желание потому что карма так срабатывает кто угнетает кого угнетает только нужно вот это сказать нет этому аду и все встанет на свои места я вижу как потому что когда мы вот это держали то получается что мы как будто бы своими руками вошли в такие черные конструкции которые они созданы и этим же миром антимиром был и мы потом руки свои забираем то есть у нас я еще проверила не получили ли мы карму за это и ответ что мы проявили благоразумие а это их карма это их выбор потому что карму никто не отменял и они об этом знают ну так вот эта конструкция вот так падает туда и пусть эти все виновные этот антимир со своими служителями получит всю эту карму и вижу как со стороны первоисточника как будто бы такая лавина энергетическая такая как конница в атаку вот точно как конница как кони и всад вот помчались туда это черная энергия так застанала разворачивается как какой-то монстр как череп огромный разворачивается и туда вниз так очищаем все пространство все это сейчас мне хочется поговорить с этим роденом который стоит как каменная глэйба этот художник хорошо он он член общества какого-то какого именно общества он член с читаем француза слышу по-английски абьюз абьюз да то есть ну как бы насильник террорист он находится в секторе магии и он член какой-то вот этой их коалиции он художник я ему передаю информацию его светлой части души о том что о сегодняшней проделанной работе нашей и вообще о вселенной нашей о ее решении уничтожить всю систему этого зла и я вижу что он почему-то вот эту пирамиду черную которая была как покрывала вот такая он снимает собственноручно эту черную вуаль снимает хорошо я говорю что он может снять свою карму если он откажется принимать участие в создании этих брат ада может отменить свое решение если хочет и вкладывать туда вот этот смысл весь который и этот весь дух и эту всю энергия почему-то идет десятка десять что за десятка считаем информацию считывается как человеческая полнота то есть время внедрения этих программ в эту статую его как бы завершенное было он за это время как бы вложил все эти программы все через него ну все же знают что художник вкладывает пережитые им то есть все что в художнике то он и вкладывает свои произведения и вот это он все пережил все вложил и это соответствует как полноте рассчитывается божественному кону полноты также считывается что он за это время опустошил как бы вытащил светлые энергии опустошил светлые вот пространство светлое и забрал эти энергии туда внешний портал и вместо этого вытащил снизу вот этого такого как будто какой-то змей или червь такой черный как смола и он так льется как смола вот это энергия ада полное разложение уничтожение и аннигиляция спроси Вика сейчас у Родана хочешь отменить свои решения создавать эти врата и откладывать все эти программы и смыслы уни я не могу спросить его потому что он находится в нижнем портале он не воплощен и это как бы его программы а его как будто бы живой части и нет он всю свою божественную душу перекачал туда до последней капельки туда в нижний портал я туда передала информацию говорить с ним не хочу не хочу на себя каплю убрать хорошо так а мы тогда сейчас можем всю эту конструкцию убрать все светлые энергии вернуть которые были посредством нее скачаны с нашей земли из человечества что-то не так сейчас давай вернемся в наше настоящее давай я соединюсь от этого прошлого от соединяйся от этой ситуации вернись в наше рабочее пространство в наше настоящее да вот я вижу эту пирамиду вот она висит это стекло между мирья и эти врата сверху очень высоко в небесах но держится как будто бы знаешь на таком очень хлипеньком вот это междумирие только на этом а что же это такое междумирие давай посмотрим считай информацию вот это междумирие оно связано с китайской стеной на физике связано а в эфирном плане ну тоже связано я вижу что это энергетический балласт считывается так энергетический балласт так между происхождением и происхождением миров то есть два мира имеют два разных происхождения и они как бы сошлись на нашей планете одно происхождение верхнее это чистое а вот это считывается как ошибочное убыточное катастрофическое верхнее пространство чистое процветающее а это там жизнь тут смерть вот они два происхождения противоположных которые сошлись в одном это как считывается как в этом между мире как прошлись интересы двух противоположностей может тогда посмотрим когда это между мир создалось появилось энергетическая стена балласт момент появления я сейчас еще посмотрю там я вижу что энергетический там есть такой знаешь считывается как медная труба тянется в антимир это порталы между мир энергия это выходы черных энергий это труба она одна считай нет не одна я вижу что в эфирном плане она как бы одна но люди призывают и открывают как от нее отростки появляются как такие как вены да да и я вижу что это они называются местами силы люди проводят какие-то магические там ритуалы и открывают порталы также я вижу такие церкви стоят куполами и там тоже открыты эти порталы они тоже имеют вид таких же пирамид но эти церкви как-то странно они они считываются как генераторы энергии и вот там где купола вот свет такой энергия излучается а под куполом вот так внутри идет такой как отток энергии черный и энергетически оно как бы одновременно проталкивается к этому куполу чтобы соединиться и отбирает энергию и энергия течет вниз и я вижу что идет эксплуатация использования энергетических оно считывается как генератор я вижу что храмы вот какой-то храм он как будто в Москве стоит вот так я вижу по карте вот и он излучает свет с одной стороны а с другой это служит кормом для антимира я вижу что храм он считывается как собиратель энергии этих храмов везде полно понады они считывается как собиратели энергии а в Москве этот храм он чем-то отличается от остальных на земле отличается он больше всех вот этот храм блаженного Василия слышу блаженного считывается сумасшедшего сумасшедшего и это соответствует тому как используется этот храм в нем какая-то установка как будто бы стоит или он так устроен сам автоматически что от него идет излучение вот так сверху а ниже чуть-чуть ну вот представь как храм стоит где купола идет как солнышко светится а внизу это идет вот такой вот отбор энергии и считывается как собиратель и я посмотрю что это за солнышко такое я вижу что это естественное излучение какое-то эфирное которое несет в себе как такие палочки черные информационную заразу которая вот внизу находится так а что находится внизу считая информацию что это за установка там внизу вот так под куполом находится как огромный мешок и он энергетический и он вот так прямо на полу касается пола по полу там люди ходят внутри этого мешка что-то лежит там этот эмбриончик лежит считывается пасхальный пасхальный ягненок принесенные жертву считывается что там находится код программ жертвы кодиратор кодиратор так и звучит кодиратор кодирование занимается энергетическая установка а что это за мешок такой век из читальной информации который пола касается он такого опоричневого цвета что соответствует фашизму жертвоприношению вот и тянется вот так как кувшин как сетка как кувшин это эгрегор жертвоприношения и тянется он вот так ручкой как бы к решению вот ментально я рассматриваю на ментальной карте и тянется вот сектор магии и в секторе интерферентов а в секторе магии там какой-то собор и он имеет отношение к этому же жертвоприношению который мы видели к папскому престолу и считывается вот это как снова это слово вассал отца демонов и там проявляется вот этот аквафомет и снова это одежка этого папы римского я вижу что там был принесен жертву вассальный приц в этом храме да какой-то василий так сейчас века зайди в тот момент когда происходит ритуал принесения в жертву этого вассального принца это имеется я вижу что это идет какое-то отношение имеет к Ивану Грозному и к этой картине убийства Иваном Грозным Грозным его сына так считай информацию какое отношение имеет это к картине пятой картине убийства сына Ивана Грозным Эта программа устанавливается вот там считается как заблуждение блуждение закабаление новый цикл начало нового цикла отвержение власти принятие власти демона это связано с Василием Блаженным и с вот этим но я вижу не правление например этих персонажей как было а именно эта картина это как программа это вот картина это как программа заблуждения увековечивания лжи также забвение истинного значения я вижу появляется такой белого цвета белый белый ясный цвет такой скипетр вот первое источник забвение власти первого творца отказ от власти бога и принятие власти я слышу антихриста отказ от миссии и принятие анти миссии и это связано с этим ягненком пасхальным ягненком пасхальный ягненок это как раз программа принесения себя в жертву принятие этих жертвенных программ это тыл антимира это его тыл в нашем пространстве это его деятельность буквально я слышу тыл то есть это в нашем это враг имеет свой развернул его деятельность в нашем пространстве и таким образом вижу так руки у людей ослабевают и они становятся жертвенны вместо того чтобы взять под контроль свою жизнь ответственность за свою жизнь своих детей своей страны своей планеты своей вселенной человек идет я слышу измышление такое измышление что нужно быть вот лапки сложить и быть вот этим ягненком приготовить себя как бы жареным этим ягненком вкусненьким для этого антимира так также я вижу там считывается вот так что убийство царя произошло в этом храме ритуальное убийство может оно не в храме произошло а запечатлено в храме так а какого именно царя считай информацию не знаю какого-то блаженного блаженный блаженный он вот не ну как-то вот так со стороны интерферентов и магии идет вот так черная рука сумасшедший вот считывается тема закрыта идет там информационный энергетический блок а кем эта тема закрыта считай ну вот этими колдунами которые в секторе магии находятся которые вот убивают этого ребенка этого козленка они устанавливают эту программу а потом считывается они ее афишируют выставляют как афиша на на просмотр и на одобрение я вижу эту картину как царь убил своего сына понятно так то есть я правильно понимаю вот этого вассального принца Василия в этом храме на физике принесли в жертву считай информацию это было на физике это было на физике но мне странно почему он называется вассальным я вижу что в то время пошло такое разделение и такая черная энергия как булька такая как стрела с такой булькой именно к этому ребенку а этот ребенок это вот этот Василий Блаженный но я не знаю как его там звали потому что считывается вот эта официальная афиша так а чьим вассалом тогда был этот принц считай информацию потому что идет сопротивление когда я говорю вассальный но оно идет так он как будто бы вот этого папы римского вот этого князя тьмы он считывается как вассал как вассал этого антимира и он считается отцом и каждый кто подчиняется его вере его воле тот становится его сыном вот так идет идет разделение по принадлежности по происхождению по духовному происхождению кто кому служит тот тому ирак вот идут эти слова Иисуса которые записаны в Библии ну якобы Иисус не знаю чьи это слова что ваш отец дьявол потому что вы исполняете волю вашего отца по этому принципу кто кому служит тот тому ирак ладно уника вот этой ситуации сейчас отценились и сейчас зайди в тот момент когда на физическом плане вот этого вассального принца Василия приносит в жертву в этом я вижу что со стороны вот этого отца так называемого как будто бы кто-то вот так зашел и украл этого ребенка буквально вытащили из этого из такой люлечки а вместо этого сидящегося ребеночка со стороны магии кто-то положил туда что-то прикажи проявиться тому кто что-то положил туда появляется какая-то женщина называется мамка такая толстая женщина так сейчас Вика снимай все запреты на считывание информации на снятие магии колдовства и прикажи этой мамке проявиться в соответствии с ее эфирным ДНК появляется такой как жук козел с какими дорогами жука как жук с кораблей я вижу что идут роды произошла подмена царского ребенка считывается отпрыска я вижу что рождается ребенок и идет подмена ребеночка этого ребенка царского уносят а вместо этого дают ребенка другого считывается блаженного он весь черный ну не физически а энергетически он подвержен этим программам считывается что он так кто-то принесен в жертву а этот ребеночек едет его везут в рим светленького настоящего да да он везут в рим я слышу колдовской ритуал над ним проводят чтобы забрать власть первотворца и отдать власть демона потерявшим потерявшим жизнь слышу зайди сейчас в тот момент когда этого ребеночка приносят в жертву да перед тем давай давай перед тем у него еще пуповина живая не отпала ну так и давай передай ему информацию да я передаю а он ее как будто пьет так и вот так встает становится большой и так говорит вассальный принц он невассальный принц так пусть он сейчас откажется от принесения себя в жертву и пусть накажет этих виновных всех пусть он карму за этот ритуал отдаст я вижу что с левой стороны его энергосферы и со стороны принятия решений как будто бы струб я такие его эту пуповину как бы присоединили к магическому считывается ритуальному циклу и я вижу что там как будто колечко какое-то есть и они постоянно своими жертвоприношениями то же самое поддерживает тоже ритуальное жертвоприношение первое они как бы подтверждают именно я спрашиваю почему он разрешил себя украсть и он показывает на сектор миссии он говорит что таким образом он это сектор миссии отречься от престола я спрашиваю спросила зачем какая цель чтобы вернуть его снова он говорит чтобы вернуть справедливость тогда пусть он сейчас восстановит эту справедливость пусть он всю карму вернет антимиру и виновником этого этой несправедливости я вижу что в эфирном плане мать которая его родила она вот так оборачивается смотрит на него и своей же рукой помогает ему родиться берет за голову и как бы прижимает к себе в секторе малии вот это происходит то есть они не смогли подменить царя и в этот момент он увеличивается а вот эта пирамида вот так уменьшилась там время я вижу что это жертвоприношение вот вот этот как это все пространство оно было вот так оно как вирус выглядит как такой шарик и с такими отростками с такими как присосками эти присоски как бы настраивает как антенки вот так как бы вбирали в себя такие же энергии и это идет вот так сейчас этот механизм вот так закручивается в обратную сторону и было когда они убили этого ребеночка то в эфирном плане так как будто бы такая закрутилась какая-то штуковина большая из-за ножки этого барашка оно вот так перенесло в ту конструкцию а теперь это разворачивается в обратную сторону заскрипела эта вся штуковина как огромные часы какие-то и этот барашек как бы слился с этим ребеночка и произошло вот так пух то есть это пространство все исчезло и эти все колдуны как ну как бы их разбросало в разные стороны и вот я вижу это пирамида которая была вот так наклонена в ту сторону это переклонилось в эту сторону и через сектор магии все выворачивается назад обратно так и какая-то получилась платформа вот эта платформа на которой стояла эта пирамида она вот так перевернулась и стала вот так как бы пирамида внизу такая красная через сектор магии а по основании стало таким скользким как лед считывается несоприкасаемо это вот как эти соты да то есть разрушается эта вся система власти поглощающая так эту всю структуру эту всю систему механизм отправляем в портал на уничтожение да это наша воля светлых чистых богов и мы выставляем как афишу наше решение полностью уничтожить всю систему порабощения человеческой души и отправляем карму за внедрение в наше пространство за всю ложь насилие магии и за захват человеческих душ за обман потому что ложь лежит во всех в основе всей системы порабощения а вот этот который называется Василий Блаженный он вот такой как шар огромный и он говорит я царь и он берет вот эти программы чужеродные вот так стирает порошок и в портал отправляет и там такое идет как будто такой огромный ребенок и от него такая вот плита отваливается и этот ребенок превращается в такого считывается как парубок но такой парень богатырь скажем так и у него появляется лошадь конь и он на этом на этой лошади ускакивает сектор первого творца и сразу вот так как это пространство как-то сильно разделилось на такое плотное черное на такой шар прямо как будто бы металл такой черный и на светлое а там тоже проявилась какая-то прослойка что это прослойка считает считывается как питательная среда что это за питательная среда считает информацией магнетизм я вижу что в основе магнетизма лежит ритуальность я снова вижу этих же людей которые что-то там машут над каким-то курганом слышу вызывают демонов такие синие энергии как будто бы они стоят кружат но в кружочках внутри как эти пространства они этих демонов вызывают молятся вот эти иконы вот это все любая ритуальность приводит к вызыванию демонов за и закрыванию своего личного пространства источника жизни от первотворца от души так а можно сейчас говорили когда ну я вижу что вот эта вся магическая эзотерическая ритуальность она вся стоит на службе у этих демонов власти без магии они ничего они могут сделать вообще да любое соприкосновение с магией абсолютно любое даже малейшее приводит к потерю к потере человека его божественной сущности и человек теряет тогда право на жизнь потому что он как бы встраивается в это своим решением говорит да аду да ад и становится частью этой поработительной машины а вот это вот питательную среду сейчас можно уничтожить эту прослойку сочетая формация нет это решение каждого человека в отдельности мы можем на свое твердое нет антимиру как бы как плакат как афишу развесить и то есть продемонстрировать свой отказ от взаимодействия с антимира и таким образом стать как центром притяжения как эталоном для других и другие тоже могут как бы смотреть это в эфирном пространстве будет звучать и присоединяться делать свой такой же выбор оставаться в ну как в энергиях жизни как бы ступиться за ступиться за жизнь за первотворца за свою душу и это будет усиливать магнетизм нашего пространства светлых этих решений и уничтожать магнетизм черных хорошо давай мы сейчас информацию тогда этот призыв передадим всем светлым душам и оставим в эфирном пространстве да мы это делаем и я вижу что вот это оно выглядит как соты куда люди сами по своей глупости и незнанию встраиваются и я вижу как мы это передаем информацию и буквально как бы призываем выходить выходить вот этот призыв выйти из антимира перестать быть кормом для антимира стать невкусным стать светлым сияющим и защитить жизнь первотворца первоисточник защитить свою душу свой рот и я вижу как нас слышат и множество рук вот так отодвигают и темное пространство и таким образом увеличивают власть света отлично я хочу зайти в тот момент когда полностью будет уничтожено все зло на корню и распространится свет гармония и вечная жизнь во всех пространствах во всех вселенных восторжествует радость гармония жизни достатка любви хорошо на счет три века ты зайдешь в этот момент один два три что ты сейчас видишь какие изменения я вижу что все-таки есть такой как такое место как точечка черная во вселенной оно считывается как теоретическая смерть это такой портальчик идет туда считывается как смещение оси какой именно оси смещения исчета информации оно считывается как подчищать утилизировать утилизировать механизмы разврата этот портальчик механизм да она она должна почему сейчас она не сработала и не убрала а а сейчас мы живем в прецеденте то есть мы создаем прецедент мы в процессе гармонизации всего пространства и в гуще всех событий когда только формируется формируется рычаги управления межпространственными процессами мы на в начале пути эволюции сознания находимся в начале выбора то есть человечество или скажем так цивилизации попробовали что такое зло и определили что это не имеет права на существование потому что это приводит к глобальным катастрофическим изменениям и к гибели всего живого решено этот процесс остановить чтобы запечатлеть этот опыт и именно вот этот опыт это как прецедент там такой замок и ключ который дает право открывать и закрывать этот замок и отправлять на уничтожение все то что падает вниз не дожидаясь конечного результата потому что мы дошли уже до конечного результата почти вот или так или так это уже кто кого сожрет и вот этот символ пошел как кролик и удав то есть кролик может стать раздуться стать большим перестать быть съедобным а может быть лапки сложить и позволить проглотить а многие вот пошли как будто бы стали проглочены они пошли по этому туннелю туда вниз но там в самом низу там возврата нет там есть вот это колечко которое я видела точка невозврата когда процессы уже затронули так глубоко что естественным путем сознанием своим собственным вот эта душа возродиться уже не может и тут я слышу воскресение но это возможно только благодаря духу Всевышнего первоисточника он может их реконструировать если эти души имеют право на это ну ясно ладно Вика с этим с этим понятно от этой ситуации отсоединись да так давай сейчас проверим храм василия блаженного зайди в него сейчас и рассчитай информацию какие изменения произошли убрался ли этот темный механизм этот мешок он ушел это матка жиродная матка она вот так через верхний этот портал ушла так сам храм вот так как-то поднялся вверх и весь начал светиться вот ну это может не прямо сейчас может это через 30 лет но в эфирном плане то что происходит сейчас это как план как оно будет то есть к чему устремляется то есть он сейчас светится и считывается как восстановление оконов власти этот мешок он ушел в сектор интерферентов и мы отсекаем и отправляем в портал и это связано с этим малышом он вот так взял и отсек эту пуповину черную к антимиру так пусть к этому антимиру карма все вернется за эти все воздействия а что интересно я вот смотрю на эту пирамиду она появляется это черная пирамида и там где эти врата ада они начали вот так проваливаться там вот это как точно ого точно как вход в матку в эту антимировскую матрицу все очищаем все наше пространство всю землю от этой пирамиды этой конструкции от всех этих энергий антимировских все в портал да запрещаем рекламировать демонизм в нашем священном пространстве приказываем убирать всю магию с нашего священного пространства и я вижу как эта стена она коричневая такая прозрачная была между двумя половинами земли она вот так загнулась и загнулась вот так как луковица все сошлось вот так внизу где-то не над южным полюсом а вот так в сторону а ну правильно это же моя ментальная карта вот и начинает вытягиваться с такими какими-то столбами она вот так вытягивается и столбы такими черные вытягиваются вот а что это за столбы считает информация столбы власти демонизм оккультизм ну понятно в общем все это в портал да и оно завязано вот там как будто на этом каком-то центре в центре земли на внутреннем солнце и мы обращаемся вот я обращаюсь к внутреннему внутренней душе ну этого солнца к земли чтобы освобождалась от чужеродных энергий насилия порабощения и восстанавливала и восстанавливала гармонию вечную жизнь и я вижу как это все уходит и как будто бы эта штуковина вот как бы вытащила какие-то энергии а из земли светлые энергии вот так возвращаются она знаешь как сквозь сито просачивается одно в одну сторону другое в другое считывается восстановилась целостность земли и она стала вот так сейчас покрутилась крутится как юла и закрывает какой-то портальчик как водичка льется как сантарктида вот там мы передаем нашей планете любовь вселенной и наше решение живых душ полностью освободите на всех уровнях нашу живую планету планету для жизни живых душ от всего чужеродного мертвого пакостного очищаем приказываем всем интерферентам убрать все подключки от всех энергетических центров нашей живой планеты отсоединяем прекращаем питание антимира и вот эти врата врата там открыт портал закрываем портал саммит какой-то саммит да g20 но я слышу саммит я вижу что там вокруг такой как кружок такие столы черные и там и там вот эти демоны сидят а вокруг этого как будто бы верхняя часть головы лысая такая красная демонический разум так так вот мы все светлые души да мы приказываем этот демонический разум убрать убраться из нашего пространства мы его уничтожаем вместе с этими да продвигателями этих всех демонических программ энергий карму отдаем в руки каждого человека который продвигает эти демонические энергии за приказываем им закрыть все порталы отменяем наши соглашения как с человеческой цивилизации на жертвоприношение на уничтожение наших рас нашей расы богов приказываем убрать все воздействия и карму отдаем за ложь насилие и дисгармонию мы восстанавливаем гармонию чистоту и красоту нашего пространства и призываем власть первоисточника коны нашей священной вселенной распространиться на все сферы жизни живого человека живых душ и запрещаем внедрение чужеродных энергий программ вот этих всех дьявольских призываем каждую живую душу выполнить ее миссию предназначения улучшить наш мир очистить от демонического влияния и выбрать силу и власть первотворца этот демонический разум и всех его служителей отправляем в портал на уничтожение полное вот вот был такой выпуклый да и он так сошкурился как-то и потянулся вниз и потянул эти столы как будто бы черные квадраты такие накрытые черными покрывалами то есть все они скрывают имеют свои цели рассказывают людям болтают болтовню я слышу и это все затягивается в портал а что там и бидон был да вот я его вижу вот он туда тоже утянулся а знаешь кого не было не было России и Китая президента интересно правильно им там нечего делать потому что их сейчас пытаются столкнуть лбами а сами как бы постоим в сторонке и посмотрим как друг друга а потом мы все это поразделяем да и позахватываем да все всех этих демонов в портал отправляем портал закрываем да я призываю карму за всю ложь и вижу как этот бидон как красное чучело какое-то вот так вырывается с таким черным порталом за ним вот так вот это все тянется и мы это все отсекаем всю демоническую власть на нашей планете запрещаем и в портал на полную утилизацию и на полной аннигиляции да портал закрываем навсегда да хорошо так очищаем наше все пространство распространяем свет гармонию красоту вечную жизнь молодость и возвращаем коны нашей священной вселенной в наше священное пространство и распространяем над нашей планетой в нашей галактике в нашей священной вселенной признаем только коны священной вселенной вселенной жизни живой все чужеродное убираем портал над полной утилизацией и гармонизируем все пространства но каждый человек своим решением развязывает руки тем всем светлым силам которые работают над тем чтобы очистить вселенную от глобального зла выбор за каждым лично как всегда хорошо вот этой ситуации отсоединись так посмотри сейчас на нашу землю сверху напиши как сейчас она выглядит ну смотри мы смотрели в ракурсе вот этой одной проблема и в ракурсе этого аспекта то этой черной штуковины нет хорошо хорошо но если мы будем смотреть как бы в ракурсе другого аспекта то мы смотрим это позже не к тому другому аспекту какие-то то есть вот так взять из одним махом все почистить естественно к сожалению не получается хотя бы мы против ну это процесс за один раз она все не получилось бы так но та конструкция которая была она уже ушла да 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 но самое важное чтобы мы держали себе вот эту цель это общее благополучие гармония и свет первоисточника вечная жизнь потому что мы часть сознания вселенной если это есть в нашем сознании это значит есть эта цель это gps навигатор который будет нас вести к этой цели и мы будем подтягивать все наше окружение туда же к этой цели потому что если мы не поставим эту самую важную самую благородную цель то наше сознание естественно наш мозг найдет чем заняться будет тратить силы на что-то неважное поэтому я говорю поставить самую важную цель миссию выполнение миссии просто держать вот эту картинку перед собой свободного прекрасного нашего мира как улучшится моя личная жизнь как улучшится жизнь моей страны и моего города всей планеты всей галактики всей вселенной вот эта картинка это будет как тот это талон которому стремится и так и будет потому что мы запрограммированы на исполнение наших же желаний нужно выйти с этого пространства когда мы своими же желаниями и решениями служим демона до служили сейчас нужно научиться и служить себе своей душе своему роду своей стране вселенной так как она есть как оно должно быть то есть восстановление гармонии это вернуться к прежним настройкам так как говорится а в наших прежних настройках это вечная жизнь и вечная молодость достаток гармония и вот эти коны жизни которые руководят всем коны любви которые руководят всем да все это на сегодня достаточно давай информации о сегодняшней проделанной работе передаем всем светлым душам в наше коллективное создание сознание и оставляем эту информацию в эфирном пространстве для всех желающих ее принять теперь отсоединись от всех от всего отсоединяюсь проверяй все пространство вокруг все ли чисто все ли порталы закрыты да все чисто хорошо поднимаемся с тобой в самые высокие пространства к первоисточнику наполняемся энергиями радости счастья любви гармонии благополучия и будем выходить сейчас я посчитаю от одного до трех и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю один два три открывай глаза да и